Завещание, которое изменило мир. Шведский промышленник и меценат Альфред Нобель учредил премию за наиболее важные достижения человечества, но только в пяти областях. Физики, химии, физиологии или медицины, литературы и за особый вклад в укрепление мира. Ни слова об экономике. Чем так не угодила шведскому химику эта наука? И как Нобелевская премия стала управлять человечеством? США, Вашингтон. 2 мая 2018 года. Американские конгрессмены выступают со скандальным заявлением. Они собираются выдвинуть действующего президента США на Нобелевскую премию мира. 13 членов Конгресса, подписавшие документ, подчеркивают особую заслугу Дональда Трампа в урегулировании кризиса на Корейском полуострове и установлении мира в регионе. Это звучит как издевательство, считают эксперты. Постоянные угрозы американского президента в адрес северокорейского лидера только накалили обстановку до предела. Это признает даже бывший госсекретарь США Рекс Тилерсон в своих публичных выступлениях. Именно после того, как Трамп объявил Ким Чен Ина сумасшедшим и пригрозил Корею полным уничтожением, Хиньян провел крупнейшие ядерные испытания за всю историю. А ложная тревога о ракетной атаке на Гавайях вызвала невиданную панику среди местных жителей и гостей популярного курорта Штата Америки. Неужели Нобелевский комитет закроет на это глаза и присудит премию эмоционально не сдержанному Дональду Трампу? О каком сговоре сообщают эксперты? И отчего Нобель перевернулся бы в гробу? Скандальная закулисия. Почему отменяют Нобелевскую премию по литературе? Еще один скандал стал потрясением. Украденная слава. Кто получил награду за чужие открытия? В лаборатории его было просто разгромлено. Наука на грани фантастики. Что сулят новые разработки физиков? Началась новая эра в астрономии. Теневой заговор. Чьи интересы лоббирует Нобелевский комитет? Была такая пиар-компания большая. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Швеция. Стокгольм. 3 октября 2017 года. Исторический момент. Оглашение лауреатов Нобелевской премии по физике. С одной половиной для Рейнар Вайс, чтобы березе березе и держать как торм. Эти американские ученые только что стали настоящими звездами. Им дали самую престижную награду в области науки за наблюдение гравитационных волн в рамках международного проекта LIGO. Однако в разработке детектора и исследованиях приняло участие тысяча ученых со всего мира, в том числе и группа российских физиков. Так почему же Нобелевскую премию получили только американцы? Целесообразно собрать ученых и условностей из этих 16 стран, чтобы эффективно можно реализовать этот проект. Реализовали? Да еще как эффективно! 16 октября 2017 года астрономы проекта LIGO сделали сенсационное заявление. Детектор впервые за всю историю поймал сигнал длинной гравитационной волны. Как утверждают исследователи, она образовалась от слияния двух нейтронных звезд. Благодаря этому открытию ученые пророчат новую эру в области астрофизики. Открытие гравитационных волн важно не только с точки зрения подтверждения, что они существуют, они зарегистрированы, но и вот уже конкретно то, что было открыто в 2015 году, что эти волны порождены слиянием черных дыр, уникальных объектов во Вселенной. Вопрос о существовании черных дыр расколол научный мир на два лагеря. Одни математически доказывают, что их не может быть в природе. Другие утверждают, что Вселенная просто утыкана ими, и черные дыры способны поглощать любые космические объекты. Сенсационное открытие российских ученых. Эксперты проекта радиоастрон в центре нашей галактики обнаружили огромную черную дыру. Как установили исследователи, ее окружает плазменный диск, разогретый до температуры в миллиарды градусов. До сих пор о черных дырах говорили лишь в теории, которая базировалась на уравнениях Эйнштейна и теории гравитации. Среди обнаруженных астрономических объектов только некоторые частично подпадали под описание черных дыр. Для этого высчитывался показатель от 105 до 1100 масс Солнца. Но все равно это не считали бесспорным доказательством. А тут вдруг заявили о гравитационных волнах. Новым, по словам ученых, очень весомым аргументе в пользу существования черных дыр. Об эффекте от их слияния астрофизики заговорили разом, как о космическом блокбастере. Эти две массивные черные дыры, вращаясь друг относительно друга, стали падать друг на друга и сливаться. За счет гравитационных волн энергию они теряли. В конце концов слились, и все. Гравитационная волна прекратилась. И вот этот вот небольшой кусочек волны в несколько тысяч периодов дошли до нас. Валерий Митрофанов – профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ. Именно он возглавляет российскую группу ученых проекта LIGO. Нам удалось встретиться с ученым в лаборатории, где проходят исследования. По словам Митрофанова, еще более полувека назад российские физики Михаил Герценштейн и Владислав Пустовойт указали, как создать гравитационно-волновой детектор. У американцев ничего не выходило. Они впустую производили здоровенные металлические болванки, так называемые цилиндры Вебера. А толку от них не было никакого. До тех пор, пока наши исследователи экспериментально не выявили их недостатки. Владимир Борисович Барагинский вместе с коллегами на физическом факультете, ну и коллегами в институте физики Земли, нужно было два детектора, они сделали вот эти тоже детекторы, повторили опыты Вебера. А детектор – это болванка, полторы тонны алюминиевая, и измеряется ее деформация там специальными датчиками. Вот это были первые гравитационно-волновые детекторы. В 1965 году Владимир Брагинский публикует статью в журнале «Успехи физических наук», в которой указывает на все практические возможности обнаружения гравитационных волн. Выходит, неспроста американский ученый Кип Торн так часто наведывался в Москву и сутками просиживал в лабораториях Брагинского. Кип Торн в беседах с Владимиром Брагинским, они вот в этих спорах, в конце концов, пришли к выводу, что это можно сделать. И тот же Кип Торн в Соединенных Штатах вместе с Рэй Вайсом подали проект в НСФ, финансирующую организацию, научный фонд США, и сказали, вот если так делать, то можно сделать. Но и это еще не все. Когда проект запустили в Штатах, новые детекторы работали, но ничего не фиксировали, а энергия попросту уходила из системы. Чтобы решить эту проблему, Брагинский предложил делать монолитные подвесы из плавленого кварца. При этом раскладе маятник не затухал в течение пяти лет. Эти и другие модификации помогли проекту Лайга выстрелить своим открытием на весь мир. Кип Торн хоть и упомянул в своей Нобелевской лекции Брагинского, но как-то вскользь. Я обсуждал с Владимиром Брагинским эту тему в Москве. Я убедился, что человеческое будущее во Вселенной настолько велико, что помогло преодолеть страх. Вот поэтому я здесь. Однако это всего лишь слова. Два миллиона долларов разделили между собой именно Торн, Вайс и Бериш. Всем остальным участникам проекта по заявлению комитета выделили меньше двух тысяч долларов на каждого. То есть многолетние научные изыскания оценили меньше стоимости путевки на Мальдивы. Неужели испугались, что, получив большие деньги, российские ученые сделают открытие еще на пару веков вперед? Критиковать Нобелевский комитет не получится, потому что его решение нельзя спорить в области нового международного права. В 1970-м поговаривали о том, чтобы выдвинуть Бориса Режабика на Нобелевскую премию за открытие особых характеристик нервной клетки. До этого все физиологи мира считали, что память в нервной системе образуется только путем взаимодействия клеток во время передачи сигнала от одной к другой. Эксперимент, проведенный исследователем, показал, что отдельно взятая клетка не только может самостоятельно хранить память, но и самообучаться. Это открытие, по словам ученого, могло бы дать невероятный толчок в создании искусственного интеллекта. Ведь именно интерес к поведению живых клеток, по его словам, открыл миру нанотехнологии. Однако такая концепция на корню обрушила бы устоявшиеся представления в науке. Люди, которые очень боятся перехода биологии с рельсов механистических, где вот все как механизм, как машина, на рельсы уже такие виталистические. Нобелевский комитет, по словам Режабика, как будто ослеп. Не только не замечает открытие наших ученых, но и присваивает наши же заслуги ученым из других стран. Новость об этой награде шокировала научный мир. Американцы Джон Майзер и Джордж Смут получили Нобелевскую премию за то, что открыли неоднородность реликтового излучения во Вселенной. Специалисты считают, что Россия может смело оспаривать приоритет открытия. Швеция. Стокгольм. Октябрь 2009 года. Юбилейная 100-я Нобелевская премия. Объявляют имена лауреатов по физиологии и медицине. Ими становятся американские ученые Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шосток за открытие генетического механизма старения. В российских научных кругах поднялась буря негодования. Члены Президиума Московского общества испытателей природы основанного еще при Александре Первом. Составили обращение в адрес Нобелевского комитета. Хорошо известно, что основные идеи работы упомянутых высших исследователей были теоретически суммулированы в 1971 году. Советским ученым, действительным членом МАИП Алексеем Матвеевичем Аловниковым. Президиум Совета Московского общества и природы выражает свое крайнее удивление в связи с отсутствием Аловникова в списке Нобелевских лауреатов. Введен живыще к тому же. Оглашенные лауреаты Блэкберн и Шосток заявили, что в глаза не видели научных работ Аловникова и не знают, о чем идет речь. Только в это трудно поверить. Их же коллега, профессор анатомии университета в Сан-Франциско Леонард Хейфлик, заявил, что именно предположение Аловникова еще в 1971 году получило экспериментальное подтверждение. Оказалось, что действительно на каждой молекуле ДНК существует в конце такая частица теломера, которая с каждым делением их количество уменьшается. А вот раковые клетки умеют эти теломеры наращивать, поэтому они могут делиться бесконечно. Однако американские ученые со спокойной душой получили и премию Ласкера, которую называют Нобелем Америки за то же самое открытие. И ни слова не сказали о первоисточнике. Лоси Флайт. Именно так в течение полувека называли светодиоды по всему миру. В честь советского физика Олега Лосева, который изобрел прототип первого в мире светодиода еще в 20-х годах прошлого века. Об этом знал весь мир, но совершенно забыл Нобелевский комитет, вручая премию в 2014 году двум японцам и одному американцу за открытие Лосева. Смотрите далее. Верните статуэтку. Кто порочит имя создателя престижной премии? Революции совершаются романтиками, а их плодами пользуются подонки. Нобелевские причуды. Чем шведскому химику насолила экономика? Нобел обошел и экономику, и математику. Разоблачение победителей. Почему многие выступили против открытия гравитационных волн? На самом деле, это полная ложь. Борис Режабик готовит к изданию книгу, на страницах которой появится список научных открытий, незаслуженно проигнорированных Нобелевским комитетом. Вот сейчас я насчитал более 50 человек среди физиков и биологов, которые могли бы получить Нобелевскую премию, но не получили по тем или иным причинам. Труды группы российских ученых в области лазерного излучения переводят на иностранные языки. Но Нобелевскую премию за эти открытия получают американцы. Советский физик Георгий Гамов еще в 1946 открывает реликтовое излучение Вселенной, то есть следы, которые затерялись в космосе в момент ее зарождения. А в 1983 году советский спутник прогноз 9 удаляется на орбиту Луны, что позволяет получить сенсационные данные о неоднородности реликтового излучения. Но несмотря на это, Нобелевскую премию за это открытие в 2006 году получают снова американцы. Разом проснулись знаменитыми. Именно это случилось с американскими учеными Джеффри Холлом, Майклом Рожбахом и Майклом Янгом. В 2017 году им присвоили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие биологических часов. Почему-то Нобелевский комитет не смутило, что на тот момент открытию было уже несколько лет. Почему комитет игнорирует открытие российских ученых? Кто этот кукловод, который как будто дергая за ниточки, управляет решениями Нобелевского жюри? До многих медалей Нобелевская является символом труда, символом надежды и символом устремления великих людей. Но сейчас, к сожалению, знаете, тут подходит фраза революции совершаются романтиками, а их плодами пользуются подонки. Вот здесь такая схема тоже работает. Больше всего лауреатов Нобелевской премии среди американцев. Их в два с лишним раза больше, чем британцев. Хотя Соединенное Королевство по числу обладателей статуэтки стоит на втором месте. Германия немного отстает и занимает третье место. Затем на четвертую позицию встает Франция. И только на пятом окажется Россия с тридцатью девятью лауреатами. Этого ли хотел Нобель, когда писал завещание о создании премии, носящей его имя? Или он и есть вдохновитель заговора, в результате которого одних ученых незаслуженно возвеличивают, а других игнорируют? Самой известной премии могло бы и не быть. Наследники Нобеля пытались оспорить его завещание в суде. Часть родней была возмущена тем, что их обделили. Наследников поддержали власти Швеции, которые не хотели допустить, чтобы из страны утекали значительные средства. Король Оскар Второй даже предположил, наверное, бредовую мысль пожертвовать все деньги на премии внушила Альфреду женщина. Это завещание он написал от руки. Указанные доходы следует разделить на пять равных частей, которые должны распределяться следующим образом. Первая часть тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики. Вторая в области химии. Третья в области физиологии или медицины. Четвертая создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности. Пятая тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитии мирных инициатив. Удивительно, но в этом списке не оказалось экономики. Я вообще с большим сомнением смотрю на экономику как на науку. Когда еще это бухгалтерия по счете каких-то конкретных денег, да, может быть, микроэкономика, да, возможно. Но когда касается макроэкономики, то здесь, во-первых, сами эти экономисты не могут найти консенсуса. Они все время друг с другом грызутся. Это говорит о том, что там нет истины, нет понимания истины. Одна из легенд гласит, что отказ Нобеля от математической и экономической премий продиктован сугубо личными счетами. Будущий математик Франц Лемарш прилюдно оскорбил еще юного Альфреда, посмеявшись над тем, что тот не может решить простую задачу. Окончательно разбило сердце Нобелю его возлюбленная датчанка Анна Дезри, которая ушла к тому самому математику. Однако спустя 75 лет после смерти основателя премии Центральный банк Швеции, игнорируя волю ученого, учредил награду в области экономических наук и назвал ее в память Нобеля. Зачем банкирам понадобилось имя химика для своих наград? И кто на самом деле стоит за этим мероприятием? Это чисто опять-таки банковские игры. В 69-м году те комитеты, которые приняли решение о вручении Нобельской премии по экономике, они просто сделали свою игру. Что на самом деле двигало шведским химиком? Может быть, он таким способом предостерегал человечество от навязывания опасных экономических схем? Но случилось обратное. Премию в области экономики, по словам экспертов, стали вручать фанатичным сторонникам теории о сосредоточении богатства в руках только 1% населения. Например, Фридриха Вон Хайека современники считали шарлатаном. Но после получения Нобелевской премии в 1974 году он взошел на Аллею Славы, а его книга «Дорога к рабству» моментально стала бестселлером. Даже Маргарет Тэтчер размахивала ей как путеводной звездой. Однако ни к чему хорошему эти идеи не привели. Рыночная экономика в Европе и Америке переживает глубочайший кризис. Одна из проблем у экономистов, насколько я понимаю, их проблемы, они не могут договориться о закономерности экономических циклов и экономических кризисов. Понимаете? И в этой связи бывают различные споры. Экономика капитализма, она, в общем-то, изучена с одной стороны хорошо, а с другой стороны она непредсказуема до сих пор. 1945 год. Флеминг, Флори и Чейн получают Нобелевскую премию по медицине за открытие пенициллина. Однако, если заглянуть в советские энциклопедии, то эти имена вы там не найдете. Ведь целебный эффект плесени еще в 1871 году первыми заметили русские врачи Полотебнов и Моносеин. Но мировая слава досталась не им. 1881 год. История повторяется. Русский ученый Николай Лунин делает сенсационное открытие витаминов. Нобелевскую же премию вместо него за это получат спустя 48 лет нидерландец Эйкмани и англичанин Хопкинс. Дело не в том, кто изобрел, а кто первый запатентовал. Как русская поговорка, кто смел, тот и съел. Можно возмущаться сколько угодно, но здесь ничего не сделаешь, поскольку международного патентного права не существует. Нет единых стандартов по патентам. В каждой стране он свой. И вы спокойно, совершенно, находясь в неких дружеских или товарищеских отношениях с ученым с другой страны, увидев результаты его исследований, увидев коммерческий какой-то потенциал, вы можете взять эти исследования и их запатентовать на свое имя или на свою компанию. Харальд Цурхаузен в 2008 году купался в лучах славы, так как он получил Нобелевскую премию по медицине за открытие причины цервикального рака. Исследователь указал на то, что ей становится вирус папилломы человека. Однако вскоре этим исследованием заинтересовалась шведская прокуратура. Стали подозревать, что одна крупная фармацевтическая компания оказала влияние на выбор лауреата. Выяснились удивительные подробности. Во-первых, эта организация получила исключительные права на производство двух вакцин против данного вируса. Во-вторых, выступила спонсором подразделений, тесно связанных с фондом Нобеля. И самое интересное, даже выделяла деньги на сайт Нобелевского комитета. Крупные игроки на фармрынке, в фармпроизводстве они заинтересованы в том, чтобы те исследования, которые помогают им продвигать те или иные препараты, они, безусловно, достигали высот этой премии, этого конкурса научного. Таких скандалов много на самом деле. Конгломераты выступают в виде спонсоров, негласных спонсоров тех или иных исследований. Существует ряд лабораторий, которые существуют на деньги фармкомпании. Оказалось, что данная фармацевтическая компания замешана еще в ряде громких скандалов. Один из них связан широко рекламируемым лекарством против депрессии и шизофренили. Для того, чтобы повысить продаваемость таблеток, организация подкупала врачей, размещала лживую информацию о свойствах лекарства в солидных медицинских журналах и даже скрывала его побочные действия. Вот поэтому главный врач частной клиники Сергей Виноградов хоть и следит за нобелевскими открытиями, но внедрять их в лечебную практику не торопится. Если это будет на 100% опробировано и покажет свою эффективность, потому что клинические исследования, да, это не как, там у нас некоторые лекарства, смотришь, там принимали участие 300 человек, господи, какие клинические исследования, ну хотя бы это 9-10 тысяч человек должно быть. Убийственные премии по медицине 1949 год. Португалец Эгаш Мониш получил Нобелевку за открытие по сути дела принципов лоботомии, хотя ученый и использовал другой термин в своей работе. Этот метод операции на мозге объявили опасным и запретили во всем мире. 1948 год. Шведский химик Пауль Мюллер становится лауреатом премии по физиологии и медицине за открытие средство борьбы с насекомыми. Однако позже выясняется, что этот яд токсичен для человека и провоцирует раковые заболевания и даже может стать причиной смерти. Применение этого препарата чуть не привело к вымиранию некоторых видов животных на земле. А вредные насекомые наоборот выработали к нему иммунитет. В 80-х годах его использование в большинстве стран запретили. Если врачи дают клятву Гиппократу, то какой кодекс чести существует у Нобелевского комитета, когда он дает премии за опасные открытия? Не будем забывать, что любое жюри оно всегда обладает определенной субъективностью, потому что в этом жюри всегда будут влиятельные фигуры и всегда будут случайные фигуры. И голос влиятельных фигур возьмет верх. И многие премии почти всегда даются по договору. Мы так договорились, мы учли некие составляющие, чаще всего такие сервильные, и мы назначаем, вот это надо, а вот это не надо. Однако открытие пенициллина, отмеченное Нобелевской премией по медицине, спасло жизни миллионам раненых солдат во время Второй мировой войны и помогло бороться с разными видами микробов в дальнейшем. Люди привыкли, что мир после оглашения списка нобелевских лауреатов все-таки меняется к лучшему. Премия Нобеля в любой дисциплине, не только в медицине, да, это должно быть что-то, ну, что-то сверхпрорывное, да, это на уровне фантастики, да, или доказательство какой-то теории, да, которую мы много лет вынашивали. Премия, по мнению экспертов, должна служить космодромом для полета гениальных идей человечества и двигать мировой прогресс. А что дало миру открытие гравитационных волн? Многие исследователи считают, что оно принесло больше вреда, чем пользы. Громкий скандал вокруг Нобелевской премии. Многие ученые называют выдумкой теорию гравитационных волн, якобы экспериментально обнаруженных американскими учеными. Тем не менее, премия за это спорное достижение в науке была торжественно вручена. Андрей Тюняев написал труд о вакууме в соавторстве с известным ученым-математиком. Эту работу опубликовал вычислительный центр имени Доротницына, один из ведущих научно-исследовательских институтов Российской Академии наук, входящий в пятерку заведений, создавших ядерную бомбу. По мнению Тюняева, если уж давать 2 миллиона долларов за наблюдение гравитационных волн, тогда эти деньги должен получить каждый житель планеты. Но только тогда весь денежный фонд Нобеля вмиг опустеет и еще и останется должником. Гравитационная волна – это все то, что перемещается в виде перемещения масс. Например, мы видим барханы в пустыне, вот такие волнообразные. Это и есть гравитационная волна. В буквальном смысле. Мы видим, например, волну на море, масса воды дыбится, потом спадает. Это и есть гравитационная волна. Но самое главное, почему я сказал, что мы с рождением пользуемся гравитационными волнами, самые распространенные гравитационные волны – это звук. Тут с Тюняевым не поспоришь, ведь в учебниках физики ясно дано определение гравитационной волны. В двух словах, это волнообразное движение, созданное с участием массы. Но сторонники теории относительности вводят еще одну переменную – скорость света. Есть некая, может быть, такая путаница. То, что мы сейчас вкладываем в понятие гравитационных волн, это гравитационные волны – волны кривизны. Вот так вот получилось, что одинаковое название, потому что в то время, когда те волны там на поверхности песчаных или еще что называли, то их называют по происхождению, связанным с гравитационным воздействием, полем. Искривление пространства и времени некоторые исследователи называют сказками 20 века. Все зависит от научной школы, которой придерживаются физики. Ведь известно, что даже Эйнштейн оставил после себя два противоречащих друг другу определение массы. Если ученые столетиями не могут прийти к общему знаменателю, как члены Нобелевского комитета смогли так быстро определить, на чьей стороне правда? Здесь просто натуральные ошибки. Если бы человек нормально учился в своем колледже или еще в каком-то институте, он бы прекрасно знал, что объяснение, что такое определение, даже, что такое масса, не существует. Поэтому без этого определения искать какие-то гравитационные волны бессмысленно. Некоторые эксперты считают, что присуждение Нобелевской премии за гравитационные волны своеобразный продуманный способ надавить на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы он выделил финансы на дальнейшие разработки. Смотрите далее. Ничего личного, просто деньги. Финансовые игры Нобелевского комитета. Люди, которые занимаются бизнесом. Грававый след Нобеля. Как в список номинантов попадают убийцы. Это уже становится некой игрой. Игрой стеблишмента. Скандальная премия. За что на самом деле наградили Евросоюз. На тебе статусную конфетку. США потратили более миллиарда долларов из карманов налогоплательщиков на изучение гравитационных волн. Андрей Тюняев считает, что эти деньги выброшены на ветер. Такое псевдооткрытие и самое главное, что оно было поддержано Нобелевским комитетом, а это как бы такой карт-бланш. Этикеткой эти исследователи теперь могут идти в любые местах, где выдают деньги и разводить людей на огромное количество денег. Через какое-то время они с удивлением узнают, что они шли не туда и скажут, извините, но деньги-то будут потрачены уже. Однако участник проекта Лайга Валерий Митрофанов уверен, игра стоила свеч. Исследователь убежден, что открытие гравитационных волн приближает фантастику к реальности. Например, в перспективе, которая позволит сближаться разным мирам. Есть так называемое понятие кротовые норы в пространстве, когда можно из одной точки попасть в другую. Вот у вас лист бумаги изображает пространство, предположим, вы его свернули, и эти точки, которые были очень далеко, становятся близко-близко. Можно ли это сделать человеческими руками или ждать, что природа что-то такое сделает, это неизвестно. Но вот это гравитация. США, Калифорния, мыс Сан-Квентин. 13 декабря 2005 года. Приведен в исполнение смертный приговор Стэнли Уильямсу по кличке Туки. Этот человек известен тем, что в нищем гетто Лос-Анджелеса сколотил банду под названием «Зе Крипс». Люди в синих одеждах выступали против других преступных группировок и полицейского беспредела. Однако благими намерениями вымастили себе дорогу в вар. Во время одного из ограблений Шайка Туки убила четырех человек. После ареста Уильямс около 20 лет ждал в тюрьме исполнения приговора. Стал писать детские книги, которые посвящал борьбе с уличным насилием. Кто бы мог подумать, но приговоренного к смертной казни убийцу девять раз выдвигали на Нобелевскую премию по литературе. Невероятно, но Нобелевскую премию мира в 1994 году получил человек, которого называют террористом. Палестинский лидер Ясер Арафат много лет без колебаний отдавал приказы, в результате исполнения которых погибли тысячи людей. Политолог Игорь Михайлов лично встречался с Ясером Арафатом, когда учился в Российском Университете Дружбы Народов. Методы создания палестинского государства по мнению эксперта. Нельзя назвать миротворческими. Они стремились создать свое палестинское государство. И Ясер Арафат считал, что если это государство ему не дает создать мирными путями, он должен за это бороться. И неоднократно Ясер Арафат говорил, те, кто считает нас террористами, пусть они так и считают, мы борцы за свою независимость, за создание палестинского государства. Удивительно, на Нобелевскую премию мира номинировали даже Сталина, Гитлера и Муссолини. А признание лауреатом этого человека привело к тому, что подали в отставку сразу несколько членов Нобелевского комитета. Советник по национальной безопасности США Генри Киссинджер. Фигура неоднозначная. Игорю Михайлову удалось познакомиться с Киссинджером во время его визита в Москву и даже взять у него интервью для одной крупной радиостанции. Если говорить о Генри Киссинджере, то это, безусловно, один из столпов американской внешней политики. Его визави со стороны Северного Вьетнама господин Тхо отказался от этой премии. По мнению вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова, Нобелевская премия мира самая политизированная из всех наград. Например, решение комитета присудить награду Бараку Обаме. Как мог президент США внести значительный вклад в укрепление международной дипломатии, если только 12 дней находился в своей должности? Даже председатель Нобелевского комитета мира Турбьон Ягланд признал, видимо, все в комитете были совершенно пьяны, когда давали эту награду. Барак Обама один из главных инициаторов резолюции, когда 29 стран НАТО гвоздили Ливию томогавками и свергали законное правительство. Американцы по своим политическим каналам надавили на Нобелевский комитет и решили прибавить статусности президенту Обаме, который очень стремительно терял проценты в электорате собственного государства. Нобелевскую премию мира эксперты называют неприкрытым заискиванием перед своими хозяевами. Несмотря на все противоречия, которые пожирали Европу на протяжении ее истории, комитет в 2012 году присуждает Нобеля Евросоюзу за вклад в укрепление мира. Хотя в это время ЕС готовил новую порцию санкций против Сирии. Этих людей называют самыми сомнительными лауреатами Нобелевской премии мира. Бывший президент США Барак Обама, отсидевший в тюрьме китайский правозащитник Лю Сяо Бо, африканский политик и борец за права женщин Эллен Джонсон Серлиф. По мнению многих экспертов, вручение наград таким личностям противоречит воле самого Нобеля. Он первый за всю историю доказал теорему Пуанкаре, над которой безрезультатно бились десятки лет ученые со всего мира. Его ждали миллион долларов и медаль Филдса, которую называют математическим аналогом Нобелевской премии. Невероятно, но Григорий Перельман от всего этого отказался. Смотрите далее. Гений или сумасшедший? Что Перельман ответил на звонок программы Тайны Чапман? Для него наука это ради науки. Секс-скандал в шведской академии. Почему отменяют Нобелевскую премию по литературе? Буквально эта информация была получена на днях. Ниже падать некуда. Как престижная награда превратилась в фарс. Это будет тот самый гвоздь, который забьет гроб Нобелевской премии. Мировая общественность ломала голову, пытаясь объяснить причину отказа Перельмана от миллиона долларов. Может, он сошел с ума, гадали многие. Александр Иоаннов встречался с математиком и уверяет, с ним все в порядке. Ситуация с Перельманом она доказывает, что все-таки российские ученые, советские ученые это те представители высшей школы, которые действительно являются представителями науки. Они людьми, которые ради бизнеса, ради политики готовы принимать столь высокие награды. Это люди чести. Григорий Перельман публично объяснил свой отказ от математического Нобеля. Оказывается, институт Клея не отметил заслуги американского математика Ричарда Гамильтона, инструменты которого использовал наш математик в своей работе. Таким способом Перельман показал всему миру, что труд ученого выше денег и национальной принадлежности. Однако никто из американцев, которые получили Нобеля, так не поступили в адрес коллег из России. Мы решили выяснить, не пожалел ли Григорий Перельман о своем решении. Алло. Алло, здравствуйте. Григорий Яковлевич? Да. Меня зовут Анна, телеканал РЕН-ТВ. Я ничего не слышу. Ничего не понимаю. Со связью все было в порядке. Просто разговор с журналистами у Григория Перельмана всегда краток. Ничего не слышит, ничего не понимает. Да и как объяснить простым смертным, что вовсе не это волнует высокий ум гения? Среди тех, кто отказался от Нобелевской премии, был и Лев Толстой. Он написал письмо, чтобы ему Нобеля не присуждали, заявив, что такие деньги приносят только зло. Толстой был уверен, что он пророк. О пророческих представлениях о мире предвещал будущее и так далее. И поэтому премии были не нужны. Премии были бессмысленны. Премию заменяло читательское внимание. Премию заменял. Общественный резонанс на книге. А сейчас и общественный резонанс может быть нулевой. Человек с премией ходит. Швеция. Стокгольм. 10 декабря 2015 года. Это белорусская писательница Светлана Алексеевич. Сейчас его величество король Швеции в торжественной обстановке вручит ей Нобелевскую премию по литературе. Несмотря на то, что церемония идет на шведском языке, а переводится на английский, к Алексеевиче обращаются исключительно по-русски. Дорогая Светлана Алексеевич. Ей аплодируют стоя. Пять книг Алексеевич один из академиков назвал памятником страданию и храбрости нашего времени. Однако с этим утверждением поспорили бы многие читатели и литературоведы. Все кричали «Браво, браво, Алексеевич!» А я подумал «Слушайте, ребята, когда давали Алексеевич, еще жил, был Уберто Эка. Он написал великий роман «Имя Розы». Алексеевич за свои книжки получал премию Ленинского комсомола. Тут не она их писала на самом деле, это интервью. Это вообще журналистика. Это уже бред какой. Плюс ко всему фигура очень политически ангажированная. После выхода книги Алексеевич «Цинковые мальчики» разразился скандал. Писательницу обвинили в подтасовке фактов, необъективности и клевете в адрес участников военных действий в Афганистане. Группа матерей погибших воинов-интернационалистов подала в суд на журналистку. Их оскорбило то, что покойных сыновей Алексеевич представила роботами-убийцами, наркоманами и насильниками. Выживший гранатометчик Олег Лишенко заявил в своем иске «Алексеевич полностью исказила мой рассказ. Дописала то, что я не говорил, а если говорил, то понимал это по-другому. Сделала самостоятельные выводы». «Когда ты претендуешь на документальную хронику и выдаешь небылицы или потасованные факты, или же ты сообщаешь откровенную ложь, понимаете, тогда напиши, что это не документальная хроника, а напиши, что это твое художественное восприятие мира». Нобелевский комитет, вручив премию Алексеевич по словам специалистов, словно оправдал журналистку, игнорируя доводы возмущенных афганцев и их матерей. Многие эксперты задаются вопросом, так за что же ей дали премию? За ценность произведения или за русофобские настроения? «Это уже становится некой игрой, игрой стеблишмента. Получил все, ты бессмертен. Пойди там, спроси у поколений, будут тебя читать или нет. А так все равно, ты, как, знаете, как в баскетбольной лиге, тебя записали, и никто не помнит этого баскетболиста, и в какой майке он бегал, и в каких трусах. И уже все это покрыто пылью и прочее, кроме, так сказать, десятка сумасшедших болельщиков. А вот все равно вписан в славу и так далее. Это же ведь борьба числа. И, к сожалению, литература становится похожа на спорт. Джордж Реймонд Ричард Мартин лауреат множества литературных премий. Однако к Нобелевской ему так и не подступиться. А ведь первую книгу из серии «Песень льда и пламени», которая легла в основу экранизации «Игры престолов», писатель выпустил еще в 1996 году. Это был феерический успех. И уже через два месяца к Мартину выстроилась очередь из кинопродюсеров. Я считаю, что он абсолютно достоин Нобелевской премии по литературе, хотя уже даже не знаю, насколько престижно на данный момент уже является эта награда. То есть после того, что творится с Нобелевской премией последние 10 лет, я уже к ней отношусь достаточно осторожно. Но то, что он достоин, это однозначно. Эксперты шутят. Нынешних членов Нобелевского комитета можно сравнить с белыми ходоками. Ничто их не заставит растаять. Популярность «Игры престолов» зашкаливает, а тиражи книги молниеносно разлетаются с полок магазинов. Неужели среди членов шведской академии нет ни одного фаната храброго Джона Сноу? Сменится поколение. В составе Нобелевского комитета могут появиться люди, выросшие на его книгах и сериале. И они могут решить по-другому. Дай бог ему прожить это время. Очередной громкий скандал вокруг Нобелевской премии. Комитет заявил, что в этом году присуждать награду по литературе не будут. Неслыханно, ведь отменяли ее лишь однажды, в 1943 году, в разгар Второй мировой войны. Какое же событие помешало шведской академии исполнить волю Нобеля в 2018-м? Когда французский фотограф по фамилии Арно был обвинен в домогательствах к 18 женщинам. Помимо всего прочего, по непонятным для меня во всяком случае причинам, он оказывается регулярно снабжал средства массовой информации о претендентах на Нобелевскую премию в области литературы. Такого позора Нобелевский комитет еще не переживал. Семь членов жюри по литературе из 18 ушли в отставку. Беспрецедентный случай, так как по традиции, начиная с 1786 года, места в шведской академии были пожизненными. Теперь комитет готов пересмотреть это правило. Это, честно говоря, вызвало у меня какое-то неприятие, потому что если фотограф, который сотрудничает с Нобелевским комитетом, так информирован, то что же тогда остается от независимой деятельности этого Нобелевского комитета, который, в общем-то, формирует эти списки в полной секретности. Оставшиеся 11 членов жюри изо всех сил пытаются восстановить репутацию Нобелевской премии по литературе. Но больше половины жителей Швеции по данным опросов потеряли доверие к этому учреждению. И причина не только в случае с насильником и утечками информации. Его имени не было даже в букмекерских списках претендентов на Нобелевскую премию по литературе. А любые разговоры о том, чтобы вручить такую награду рок-музыканту, сочинителю песен, звучали как неуместная шутка. Но на лице секретаря Шведской Академии Сары Данюс не было никакой ухмылки в тот момент, когда она назвала Боба Дилана лауреатом премии по литературе. Вслед за ней уважаемый член Академии провозгласил рокера величайшим из ныне живущих поэтов. Я думаю, дело дойдет до того, что мы скоро Нобелевскую премию дадим шнуру. А почему нет? Ну, если все возможно. Сейчас, знаете, я спорил с одним своим коллегам и он говорит, а вообще сейчас изменилось представление о поэзии. Ну, говорю, тогда размоется грань между даровитым писателем и бездарностью, между, как это сказать, замечательным, талантливым, но с комарохом шнуром и действительно там, Бродским. Но когда туда придет получать премию, условно говоря, шнур, все сразу, это будет тот самый гвоздь, который забьет гроб Нобелевской премии. Я, например, за, чтобы быстрее дали, чтобы вообще прекратили разговор о Нобелевской премии окончательно. Причем за одну песню Лабутены. Евгений Жаринов, доктор филологических наук, писатель и переводчик. На вопрос, согласился бы он получить Нобелевскую премию по литературе, отвечает однозначно. Нет, вот говорю честно, без лукавства и так далее. А объясняю, почему. Я бы сказал, дайте ее вот кенийскому писателю Ва Тонга за его великий роман «Ворон Мак». Я такой книжки не написал. Может быть, вернула бы Нобелевской премией тот ее прошлый блеск. Вот я такой не написал. А то, что вы там, грубо говоря, по пьяной лавочке решили, что я достоин, да, то это ваши проблемы личные, а не моя. Вы пропускаете прекрасных писателей. А вот австрийская писательница Эльфрида Элленек, несмотря на собственное признание о том, что не заслужила этой награды, деньги все-таки забрала, хотя на церемонии не присутствовала. Постоянные скандалы, необъективность судей и громкие расследования шведской прокуратуры сильно подмочили репутацию Нобелевской премии во всем мире. Академиков ставят в один ряд с заговорщиками. Похоже, что Нобель изобрел все-таки два динамита. Один из них, Нобелевская премия, оказался замедленного действия. Спорные теории, сомнительные открытия, врученные за одно и то же награды. За такие грубейшие нарушения некоторые активисты требуют распустить Нобелевский комитет и аннулировать все выданные премии. Однако силы, стоящие на стороне Нобелевки, пока что демонстрируют свою несокрушимость. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин